Вся жизнь борьба. Поволжская Академия Боевых Искусств Итальятинская Школа Олимпийского Резерва номер 5 сразились не на спортивной арене, а в конкурсе социальных инициатив и победили. Наградой от устроителя конкурса корпорации Тольятти Азот стали средства на покупку татами и борцовского мата. Как на последних воспитываются будущие чемпионы, узнала наша съемочная группа. Поединок начинается. Бойцы приветствуют спарринг партнеров с уважением, но дальше действуют эффективно и жестко. Сражения идут нон-стоп на трех татами. Всероссийский турнир по каратэ-версии ВКЦ в рамках 14-й спортгиада боевых искусств непобедимая держава собрал примерно 300 спортсменов со всей страны. Я пришла на соревнования, чтобы попробовать выиграть медаль. Мы тренируем физическую подготовку и удары. Отрабатываем. А потом мы показываем это в прямом бою. Саша занимается каратэ три года и в его арсенале уже есть золото непобедимой державы. Завоевать его помогло наставничество тренеров Поволжской академии боевых искусств. Эта крупнейшая спортивная школа воспитывает сотни бойцов и проводит соревнования всероссийского и международного уровней. В 2019 году академия победила в конкурсе социальных инициатив корпорации Тольятти Азот «Химия добра». На выигранный грант отремонтировали помещение летнего лагеря и купили татами. Расширяемся постоянно. У нас на сегодняшний день 13 филиалов по школам и 4 своих спортивных комплекса. В каждом спортивном комплексе по 3-4 зала. Поэтому татами нам нужно постоянно, потому что наши детки подрастают. К нам они приходят в 4-5 лет, проходят через большое количество соревнований и доходят до 18-летнего возраста и становятся нашими тренерами. Очень здорово, что в нашем городе появился такой грант, который способствует развитию физической культуры и спорта и способствует тому, чтобы дети занимались спортом. Тольятти Азот также передал Академии боевых искусств в спортивный инвентарь. Мы стараемся поддерживать спортивное направление, особенно если оно связано с здоровьем наших детей. И этот проект, как никакой другой, вписался в эту повестку. Во-первых, он прививает вкус спорта, он мотивирует заниматься спортом. И в общем-то, то, что в нашем городе есть такая замечательная академия, которая занимается с маленькими детьми старшего возраста и готовит чемпионов, но, мне кажется, это только достойное поощрение. Из Дворца боевых искусств в школу Олимпийского резерва номер 5 и универсальный спортивный комплекс «Олимп» с татами на борцовский ковер. На следующий день спорта Геада продолжилась с соревнованиями по вольной и греко-римской борьбе. Поучаствовать в них приехали более 20 команд из Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Башкортостан и Марий Эл. Собравшая турнир школа Олимпийского резерва номер 5 основана в 1976 году. Позируется в Комсомольском районе и многие годы является подшефной для Тольятти Азота. Корпорация Тольятти Азот активно участвует в самых различных акциях, которые идут во благо развития нашего города. В частности, поддерживает и эту группу спортивной вольной борьбы. Поэтому мы всегда, как говорят, впереди. Мы всегда поддерживаем и финансово, и организационно. И дальше будем продолжать такие благие дела. В этом году давняя дружба получила новое развитие. Спортшкола впервые приняла участие в конкурсе «Химия добра» и получила грант на покупку ковра для единоборств, без которого невозможно проведение крупных статусных соревнований. Борцовский ковр стоит около 200 тысяч. И поэтому сейчас для спортивной школы, для федерации это, скажем, большие деньги. И у нас есть желтые ковры, но по новым правилам, международным стандартам, сейчас новые цвета. И поэтому мы не хотим отставать тоже, чтобы нам приезжали команды из других регионов. И чтобы у нас было разрешение на проведение всероссийских соревнований. Масштабные турниры планируют проводить до шести раз в год. Для юно-спортсменов такие сражения – лучший стимул победить соперников и, главное, свои слабости. Ну а школа готовится побеждать в конкурсе инициатив с новыми социальными проектами. «Химия добра» показала, что если вся жизнь борьба, то чувствовать себя в ней устойчивее и безопаснее помогают компании, ответственные за благополучие региона присутствия. Игорь Ричман, Михаил Цюркин, Новость о Тольятти.